И начинаем с новости, которая вызвала массу возмущений у дагестанского народа в социальных сетях. В столице был проведен спектакль с несколько откровенными сценами. Видео тут же распространилось в Инстаграм, где и поднялась волна негодования. Все подробности темы у Камиля Девятого. Искусство должно быть морально выдержанным и в рамках определенных границ. Все, что выходит за рамки морали, это аморально, дико и стыдно. Именно последние три слова можно применить к спектаклу, прошедшему на днях в Доме Дружбы. Эпизод из постановки, больше напоминающий фрагмент эротического фильма, получил широкое распространение в сети интернет. Со словами критики, общество негодует. Я считаю, у нас в Дагестане это неприемлемо. Нет. Тем более в Доме Дружбы, это же культурный центр. Уважающий себя мужчина, туда не пойдет первое. Второе, уважающий себя мужчина, его и женщины там не будут, то есть дочери, матери, сестры. Как можно посещать такие мероприятия? Ну не соответствует нашим традициям, нашей культуре. Нашему обществу, как бы, это не должно быть. Очень отрицательно. Не люблю такие вещи. Так воспитание советского периода еще. Это не нужно абсолютно, не надо показать такого. И так хватает нечистей. А это еще добавок. Вызывает огорчение и возмущение организаторы. Как они, зная менталитет нашего народа, зная о религиозных чувствах нашего народа, совершенно не посчитались с нашими чувствами. И вот так устроили этот, по сути, оскорбительный спектакль. Оскорбительный спектакль. Но еще большее возмущение вызывает, что зритель нашелся, и он там сидел, и зритель аплодировал, и дарил цветы. Позиция муфтиата с точки зрения ислама ясна и понятна. Но возмущение дагестанского общества на этом не заканчивается. Свой недовольство откровенными показами высказали и в Союзе журналистов республики. Али Камалов – человек, знающий многое и многих. Мне понравилось продюсера, письмо, которое он говорит, что он извиняется перед обществом. Это мне понравилось. А то, что приезжают, они будут приезжать. Сейчас нет идеологии, нет конкретно, не ставится вопрос, ставится вопрос бизнеса. Это их бизнес. Нужно было посоветоваться. И мне не понравился ответ Министерства культуры, тоже, которые отмахиваются от этого, отказываются. Это не мы, это рядом. То, что рядом происходит, тоже за это тоже мы должны отвечать, мы должны за этим следить. И люди, которые приезжают, тоже в первую очередь им надо учитывать менталитет и характер этого общества. Самая странная в этой ситуации – позиция двух ключевых министерств республики. Так или иначе причастных к веселым гастролям теперь уже печального спектакля. Миннац и Минкульт поймали день тишины и отказываются от всяких комментариев по поводу произошедшего. Может быть, они считают, что ничего страшного не произошло. По нашей информации, на спектакле были и дети. Пока наши власти молчат, власть федеральная уже отреагировала в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Сила нашего государства как раз в его многоконфессиональности и многонациональности. И, естественно, в разных субъектах федерации есть свои традиции – национальные, исторические, религиозные, которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать этого внимания нужно обязательно. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.